Специалисты Министерства ЖКХ и энергетики выехали в западные районы области, чтобы проверить, как исполняют поручения Андрея Травникова по обеспечению сельских жителей чистой питьевой водой. Рассказывает Александр Попов. Село Кокошино градообразующим предприятием считается железнодорожная станция. Есть и единственный фермер. Одно из препятствий для развития и даже выживания села – отсутствие питьевой воды. Богатое содержание железа, богатое содержание марганца, других минеральных веществ, даже попутный газ какой-то выходит. Это чревато для здоровья? Да, конечно. Те же онкологические заболевания вполне возможны, те же общее состояние здоровья. Пить, даже если сильно захочешь, иногда не хочется эту воду. Фильтры, отстаивание, кипячение – в ход идут все доступные методы. Однако в рамках областной подпрограммы «Чистая вода» в скором времени здесь появится модульная установка. Сейчас проводится экспертиза Кокошинских вод. Как только будут результаты, начнется проектирование. К осени, я думаю, у нас будет проект уже на руках. И там как раз у нас пройдут торги где-то. Будет экономия по объектам другим. Ну, а поставить ее можно в крайний срок. Я думаю, до 1 ноября мы ее смонтируем. А вот в селе Победа модульную установку оценили не только местные жители, но и ласточки, свившие здесь гнездо. За чистой водой теперь потянулись даже из окрестных сел. Если раньше мы делали акцент в первую очередь, конечно, города, это районные центры, то сейчас и уже в удаленные населенные пункты, вот такие как Победа, где мы сегодня находимся, уже сейчас пришли новые технологии очистки питьевой воды. За два года в селе победили бездорожье, провели водопровод, а теперь и обеспечили чистой водой. Теперь местные жители ждут в своем благоустроенном селе новоселов и бизнесменов. Так оперативно сделать дорогу, водопровод и модульную установку мы просто не ожидали. Просто не ожидали. В восторге все это были. И знаете, у нас есть теперь надежда, что приедет какой-то предприниматель, буквально вот отсюда 200 метров огромное озеро. Всего же в этом году в Новосибирской области появится еще семь подобных модульных установок. А в целом до 2022 года на обеспечение жителей региона чистой водой направят более миллиарда рублей. Александр Попов, Евгений Агеев, Новости ОТС.